Две недели назад мне подкинули под дверь ваш счет на 109 тысяч. Я вас в глаза не видела, договор ваш не видела. Мусор у нас выводит, другая компания. Вы мне объясните, пожалуйста, что это такое. Через две недели звонит ваш колл-центр, девочка какая, и объясняет, а почему вы это не заплатили? Я говорю, а на каком основании? Она говорит, федеральный закон. Я говорю, хорошо, а вы по федеральному закону выполнили свои? Они вывезли контейнеры, детализацию расходов, ничего не предоставили. Как это? То есть, я так понимаю, вы в одностороннем заключили с нами договор, прислали нам счет, оплачивайте товарищей. Так получилось. А вы за это не отправляете? Я от вас, про вас узнала, две или три недели назад, вот когда принесли вот эту бумажку. У нас есть компания, которая вывозит мусор, у нас все хорошо, все прекрасно, спецавтотранспорт. Спецавтотранспорт, да. Мы с ними работаем долго, хорошо. Он нам сказал, Оля, не переживай, не плати, все, я к ним еду в Саратов. У меня глаза вот такие, у директора глаза вот такие. Я по своим администраторам, кто мусор забирал? Мне первый вопрос, кто забирал мусор? Вы его не забирали. Спецавтотранспорт заключил с 75 юридическими лицами договор на вывоз и мехуборку то же самое. И они возят этот мусор, но не к нам на завод. Подождите. Не к нам на завод, вот вопрос. Подождите, подождите, подождите. Вот, 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 женщина, женщина, вы дайте нам договор, сможете нам договор? Подождите, подождите, вопрос был задан, дайте ответ. Вопрос был задан, вопрос был задан. Я вас, я прошу еще, у кого спецавтотранспорт или мехуборка возит, дайте нам копию эти договоров. Вы в одностороннем порядке работаете. И звонит ваша девочка, которая даже, я говорю, вы понимаете, что у нас договор с вами заключен, она, а это не в моей компетенции, я просто проверяю. Это вот нормально у вас работать? Вот смотрите, 8-9, федеральный закон, я вам когда в ступидном слове говорил, обязанность заключить договор возникает у собственников отходов. У нас есть договор. С рекоператором, вот посмотрите, вот не то, что я вот там захотел и все, вот я начал. Федеральный закон, в котором четко написано, да, вот четко, и мы его не должны нарушать. С рекоператором, только с рекоператором. Подождите, я сейчас говорю, да. Мы, вот у нас нет такой базы, чтобы прийти к вам ко всем, да, я не знаю сколько. Вот мы примерно... Подождите, а как же вы нас счет нам прислали, по двери, по двери? Ну, счет у нас полной базы, полной базы нет, да. Мы идем сейчас инспекторским отделом, заходим там, например, в какую-то организацию, которую видим. Мы зайдем ко всем, мы придем ко всем. У нас тоже есть обязанность, да, право прийти и вам предложить с нами заключить договор. Это наше. Но у вас обязанность, которую вы не пользуетесь, а вы заключаете спецавтотрансом. Коллеги, вот тогда я в качестве объявления, кто не читал 89 ФСЗ, там написано с момента начала деятельности рекоператора. Это не только Саратов, с каждым субъектом, с 91 субъекта Российской Федерации, в каждом субъекте обязанность заключить договор есть только с рекоператора. Вот чтобы запомнили мы.